Библейский портал экзегет.ру представляет Библейский портал экзегет.ру представляет цикл бесед о книге Бытия. Сегодня мы с вами читаем 44 главу. И приказал Иосиф начальнику дома своего говоря, Наполни мешке этих людей пищей, сколько они могут нести, И серебро каждого положил в отверстие мешка его, А чашу мою, чашу серебряную, положил в отверстие мешка к младшему, Вместе с серебром закупленный им хлеб. И сделал тот по слову Иосифа, которое сказал он. Утром, когда расцвело, эти люди были отпущены, они и ослы их. Еще не так далеко отошли они от города, как Иосиф сказал начальнику дома своего, Ступай, догоняй этих людей, и когда догонишь, скажи им, «Для чего вы заплатили злом за добро? Для чего украли у меня серебряную чашу? Не та ли это, из которой пьет господин мой, и он гадает на ней? Худо это вы сделали?» Он догнал их и сказал им эти слова. Они сказали ему, «Для чего господин наш говорит такие слова? Нет, рабы твои не сделают такого дела. Вот серебро, найденное нами в отверстии мешков наших, Мы обратно принесли тебе из земли ханаанской. Как же нам украсть из дома господина твоего серебро или золото? У кого из рабов твоих найдется чаша, тому смерть, и мы будем рабами господину нашему». Он сказал, «Хорошо, как вы сказали, так пусть и будет. У кого найдется чаша, тот будет мне рабом, а вы будете не виноваты». Они поспешно спустили каждый свой мешок на землю и открыли каждый свой мешок. Он обыскал, начал со старшего и окончил младшим, И нашлась чаша в мешке в Вениаминовом. И разодрали они одежду свои, Возложив каждый на осла своего ношу, возвратились в город. И пришли Иуда и братья его в дом Иосифа, который был еще дома, И пали пред ним на землю. Иосиф сказал им, «Что это вы сделали? Разве вы не знали, что такой человек, как я, конечно, угадает?» Иуда сказал, «Что нам сказать господину нашему? Что нам говорить? Чем оправдываться? Бог нашел неправду рабов твоих. Вот мы рабы господину нашему. Мы и тот, в чьих руках нашлась чаша». И мы видим, как братья оказываются сокрушены. Они смиряются перед лицом того, что с ними происходит, и они меняются как люди. Поэтому Иосиф подвергает их такому испытанию. Но Иосиф сказал, «Нет, я этого не сделаю. Тот, в чьих руках нашлась чаша, будет мне рабом, а вы пойдите с миром к отцу вашему». И подошел Иуда к нему и сказал, «Господин мой, позволь рабу твоему сказать слово в уши господина моего, не прогневайся, нарабатывай его, ибо ты тоже, что фараон». «Господин мой спрашивал рабов своих, говоря, «Есть ли у вас отец или брат?» Мы сказали господину нашему, что у нас есть отец престарелый, и у него младший сын, сын старости, которого брат умер, а он остался один от матери своей, и отец любит его. Ты же сказал рабам твоим, «Приведите его ко мне, чтобы мне взглянуть на него». Мы сказали господину нашему, «Отрак не может оставить отца своего, и если он оставит отца своего, то сей умрет». Но ты сказал рабам твоим, «Если не придет с вами меньше брат ваш, то вы больше не являетесь ко мне на лицо». Когда мы пришли к рабу твоему, отцу нашему, то пересказали ему слова господина моего. И сказал отец наш, «Пойдите опять, купите нам немного пищи». Мы сказали, «Нельзя нам идти, а если будет с нами меньше брат наш, то пойдем, потому что нельзя нам видеть лица того человека, если не будет с нами меньшего брата нашего». И сказал нам раб твой, отец наш, «Вы знаете, что жена моя родила мне двух сынов». Один пошел от меня, и я сказал, «Верно он растерзан, и я не видал его до ныне. Если сего возьмете от глаз моих и случится с ним несчастье, то сведете вы сезину мою с горестью во гроб. Теперь, если я приду к рабу твоему, отцу нашему, и не будет с нами отрока, с душой у которого связана душа его, то он, увидев, что нет отрока, умрет, и сойдут рабы твои седину, раба твоего отца нашего с печалью во гроб. Притом я, раб твой, взялся отвечать за отрока отцу моему, сказав, «Если не приведу его к тебе и не поставлю его пред тобою, то останусь я виновным пред отцом моим во все дни жизни. Итак, пусть я, раб твой, вместо этого отрока, останусь рабом у господина моего, а отрок пусть идет с братьями своими. Ибо как я пойду к отцу моему, когда отрока не будет со мною? Я увидел бы бедствие, которое постигло бы отца моего». И мы видим, как здесь происходит определенное внутреннее развитие, внутренняя, даже не эволюция, а внутренний перелом в этих братьях, когда теперь мы видим, как они сокрушены, как они полностью переменились, и мы видим, как Иуда, который был одним из тех, кто продал, собственно, Иосифа. Он теперь совершенно другой человек. Он теперь хочет остаться в рабстве вместо Вениамина. Мы видим, как меняется ситуация. Раньше любимым сыном в семье был Иосиф. И Иуда, и другие его братья, они его так возненавидели за это, что они его продали в рабство. Теперь любимый сын Вениамин. И теперь они не просто не хотят оставить его в рабстве, настолько не хотят его оставить в рабстве, что Иуда говорит, «Давайте лучше я основнуюсь в рабстве. Я хочу остаться в рабстве». Еще какое-то время назад, когда они продавали Иосифа, их вообще не беспокоило, что они причиняют горе своему отцу. Эти братья вообще не думали, что вот они скажут, что Иосиф, его сын, мертв, и, конечно, это будет страшное горе для отца, но их-то не волновало. Они его просто продали в рабство, и все, первоначально вообще хотели убить. Но теперь мы видим, как изменился их характер. Теперь мы видим, как глубоко они сочувствуют своему отцу, как они переживают о том, как он отнесется к известию о том, что Вениамин оставлен в рабстве. И вот Иуда вызывается для того, чтобы остаться вместо Вениамина. И здесь мы видим, почему, собственно, Иосиф себя так ведет. Потому что мы ожидаем уже, несколько глав ожидаем, что наконец-то будет хэппи-энд, наконец-то Иосиф скажет, я Иосиф, брат ваш. Вот и все очень хорошо. И, значит, стали все плясать и веселиться. Но нет, Иосиф подвергает своих братьев в целом у ряду испытаний для того, чтобы выявить в них вот это изменение характера. Что это не те братья, которые продали его в Египет, они изменились. Теперь это другие люди. Они прошли через эти испытания, и изменился их характер. Изменились их отношения друг с другом, изменилось их отношение к отцу. И мы видим, как здесь промысел Божий, который действует через Иосифа, он действует с определенной целью. Он действует для того, чтобы изменились сердца этих братьев. Бог ведет и самого Иосифа, подвергая его различным испытаниям. Бог ведет и его братьев. И зачем? Зачем все это? Для того, чтобы они стали другими людьми. Для того, чтобы их характер изменился. И теперь мы видим Иуду, одного из братьев, который совершенно другой человек теперь. Он глубоко переживает за судьбу Вениамина. И еще какое-то время назад, когда продавали Иосифа, он бы сказал, ну, это хорошо, вот любимчик этот, который всех раздражал, пускай его заберут, пускай сидит в рабстве, там он перестанет о себе воображать. А мне-то что? Нет. Теперь Иуда ведет себя совсем по-другому. Переживает за Вениамина, он переживает за своего отца. Он совершенно переменился. Мы с вами прочитали 44-ю главу книги Бытия. Мы читаем писание в рамках библейского портала Экзегет Ру.